Есть два способа прожить жизнь. Первый, как будто чудес не существует. Второй, как будто вокруг одни чудеса. Альберт Эйнштейн. Новогодние праздники – время, когда даже взрослым хочется верить чудо. Окунуться в атмосферу зимней сказки помогут книги. Ростовская областная специальная библиотека для слепых представляет виртуальную выставку «То были времена чудес». Рубрика «Чудесное настроение». Взрослое чтение. Традиционный рождественский или святочный рассказ – самое подходящее чтение в новогодние праздники. Основателем жанра принято считать Чарльза Диккенса. Как справедливо замечали критики, эти истории ставят читателя в доброе расположение духа с самим собой, друг с другом, с временем года и с автором. В фонде библиотеки есть книга «Рождественские повести», напечатанную крупненным шрифтом. Говорящую книгу можно скачать на сайте библиотеки. В России святочные рассказы воспроизводили русскую традицию, когда старики в вечер святок рассказывали истории, связанные с этим праздником. Эту традицию устного календарного рассказа воспроизвел Николай Васильевич Гоголь в вечерах на хуторе Блездиканьки. Например, «Повесть ночь перед Рождеством» показывает традиционное представление о святках, которые в народе считались временем разгула бесов и прочей нечисти. В фонде библиотеки есть книга, напечатанная крупненным шрифтом. Говорящая книга доступна на сайте библиотеки. Особое место занимают святочные рассказы в творчестве Николая Семеновича Лескова. Как замечал сам писатель, от святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера, от Рождества до Крещения, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль и, наконец, заканчивался непременно весело. В фонде библиотеки есть святочные рассказы Лескова на диске. На сайте библиотеки доступна книга в формате ЛКФ. Многие выдающиеся русские поэты и писатели посвятили свои произведения Рождеству Христову. В сборнике «Рождественская звезда. Слова, поэзия и проза» собраны история праздника, евангелие, рождественское песнопение, а также стихи и святочные рассказы русских писателей, посвященные одному из главных христианских праздников. В фонде библиотеки есть сборник на диске. На сайте доступна книга в формате ЛКФ. Комедия Шекспира «Двенадцатая ночь», названная в честь праздника «Двенадцатой ночи» в рождественский сезон, одна из самых жизнерадостных комедий Шекспира. Это романтическая сказка о прекрасной стране Иллирии, в которой любой, ищущий любви, непременно ее находит, хотя и не всегда там, где искал. В фонде библиотеки есть книга на диске. На сайте библиотеки доступна для скачивания книга в формате ЛКФ. Пятеро не слишком счастливых людей по воле обстоятельств оказываются в одном доме на севере Шотландии. Розамунда Пилчер рассказывает теплую, светлую историю, похожую на сказку, в которой каждый находит свое счастье, свое место и свою любовь. В фонде библиотеки есть печатная книга. На сайте библиотеки доступна для скачивания книга в формате ЛКФ. В книге «Рождество с неудачниками» мастер судебного детектива Джон Гришин выступает в совершенно новом жанре, как автор увлекательной сказки для взрослых, ироничного романа о предпраздничной рождественской суматохе. Говорящая книга в формате ЛКФ. Книга для любителей детективного жанра – сборник «Детектив к любимым праздникам». В нем собраны три произведения, действия которых так или иначе связаны с Новым годом. «Там, где нас нет» – Татьяны Устиновой. «Главная партия для третьей скрипки» – Анны и Сергея Литвиновых. «И врагов не выбирают» – Евгения Егорской. Плоскопечатный сборник. Книга Анны и Сергея Литвиновых «Главная партия для третьей скрипки» также доступна в формате ЛКФ. Дженнифер Макмахан в романе «Люди зимы» напоминает, что зима – это не только новогодние праздники. Зима – это безмолвия и тайны, сказки и легенды. «Люди зимы» – атмосферный роман, полные мистики, семейных тайн, старинных ритуалов и неожиданных поворотов сюжета. Аудиокнигу можно скачать на сайте библиотеки.